Год экологии на Ямале и пятилетний юбилей проекта «Будущее Арктики» в регионе впервые прошел масштабный эко-квест. Он стартовал одновременно во всех 13 муниципалитетах. Символично, что мероприятие «Экологическая направленность» состоялось 5 июня во Всемирный день окружающей среды. В эко-квесте за первое место борются 8 команд. Среди участников много молодежи. Всех их объединяет одно – забота об окружающей среде. Это они отразили и в своих девизах. К добрым делам по охране окружающей среды. Будьте готовы! Всегда готовы! Эко-квестки! Что мы хотим? Предотвратить экологическую катастрофу! Ну как мы это сделаем? Найдем порядок в этом мире! Команды получают инвентарь, мешки для сбора мусора, перчатки и торопятся как можно быстрее пройти все станции, а их целых 8. Какие только задачи не решают участники эко-квеста. Разгадывают эко-кроссворды, отвечают на вопросы в сфере экологии, проходят экоэстафету, рассчитывают углеродный след и точно знают, как его уменьшить в повседневной жизни. Не пользоваться автомобилем и пересесть на общественный транспорт, либо велосипед. Одежда. Не покупать одежду в магазине, использовать секонд-хенды. Два. В магазин ходить с авоськой, а не с пакетами. Три. А еще участники умело распределяют по корзинам экологичные и неэкологичные предметы и стараются дать верный ответ на вопрос, чем можно кормить белок и птиц. Это испытание без ошибок проходят не все. Это не просто грибы, тут и шампиньоны, и вешенки, и герзя, и кедровые орешки. Можно. Параллельно со спортивными и интеллектуальными конкурсами участники убирают от мусора территорию лесной аллеи, где проходит мероприятие. Центр детского творчества одним из первых подал заявку на участие в Экоквесте, и это не случайно. В учреждении уже много лет успешно работает эколого-биологическое направление, которое педагоги постоянно развивают и совершенствуют, вовлекая в процесс максимальное количество детей. В это направление вместились еще педагоги, не только чистые экологи, но и художники, и 3D-мастеры. В общем, у нас будет такая новая программа «Экорадуга-перезагрузка». Поэтому мы все дружно решили поучаствовать в Экоквесте, отметить свой, скажем так, профессиональный праздник, помочь окружающей среде, вовлечь наше молодое поколение. Они с удовольствием всегда участвуют в нем. Лицеистка Екатерина Гребенек в команде хранителей природы. Их отличительный атрибут – венок из одуванчиков, которые они изготовили из пряжи. Катя всегда придерживается активной жизненной позиции, победитель многих олимпиад различного уровня. В том числе не раз писала исследовательские работы на тему экологии. В этом году я выиграла муниципальный этап по экологии, прошла на региональный этап, но, к сожалению, не смогла принять в нем участие. Я защищала проекты на муниципальном уровне. Мне очень интересен проект «Добрые крышечки», который у нас реализуется в России уже несколько лет. И я думаю, что это очень важно – проводить такие мероприятия, чтобы говорить о важности бережного отношения к природе. Борьба за победу длилась не один час. В итоге третье место завоевала команда «Живая земля». Второй стала команда «Мы друзья». А победа досталась самой энергичной, креативной, творческой команде – «Эко-котики». «До, до, котики! Вперед!» Татьяна Бойко, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.